Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюни и Катюня. Все просто, хотя далеко-далеко не просто. И шо? Обсудим мы с вами вот эти вот шорты. Маленькие шорты, которые выкладывают Калюня и Алюня. Ну, прежде чем к тазику с морковкой мы приступим, я поделюсь своим впечатлением от увиденного кота. Короче, ребят, я подумала, что я ошиблась. Смотрю канал Алюни и Катюня. Смотрю бенгальский кот. И тут, ребят, я в полном шоке пребываю. Думаю, капец, кто им доверил бенгала? Где они его взяли? И уже в голове у меня перекрутилось все на свете. Думаю, это просто на погибель. Неделя на сосисках из светофора, и коту будет просто-напросто хана. У меня у самой бенгал, и я знаю, что это порода, и насколько особенное должно быть у них питание. Насколько у них особенное здоровье, у этих котов. И думаю, блин, ну капец, откуда он у них? И я распереживалась неизвестно как за этого кота, пока не рассмотрела обстановку. Понимаете, у меня сразу все перекрутилось в голове. Я даже не посмотрела, что там стульчики не их, тоже вот обстановка не их. И уже потом, позже, да, я посмотрела комменты и увидела, что она пишет, что это сестры. Думаю, блин, откуда у нее сестра? Ничего она не говорила про сестру. Оказывается, аж троюродная сестра, да. И, видать, эта сестра просто-напросто прислала видеоролик, чтобы показать, какой у нее кот. Алюня, походу, своим Семеном хвасталась, да. И это прислала ей бенгала, показать, какой у них красавец, да. Но бенгалы особенные коты, интересные коты. Как по характеру, так и по внешнему виду. Ну и также еще и по здоровью, да. И по питанию тоже. Ну, знаете, вот эти все кошаки, которые, как я говорю, гибриды, да. Искусственно созданные породы, они все особенные. Ну, конечно же, их же не сравнить с обычными котами, которые бегают на улице, да. С обычными там и в деревне, которые обычные, белые, серые. В общем, ну, вы меня понимаете. И я настолько растерялась, говорю, когда увидела этого кота. И вот оказывается, это троюродная сестра, которая просто прислала по ходу Алюне видеоролик, а это решила его тут же выложить как за свой, да, именно на свой канал. Один видеоролик был с мужским голосом, со стульчиками. Потом уже второй видеоролик кот был на подоконнике, и уже был женский голос. Она рассказывала там, сколько весит котик. И, видимо, котюньская Алюня решила таким образом, да, повысить рейтинг своего канала, да, таким шикарным котиком. Алюнь, тебе не светит такой кот. Ну, во-первых, ты его не купишь, у тебя никогда не хватит денег, да, и ты не отдашь на кота такие деньги. Ну, и содержать ты тоже такого котика не сможешь, как бы ты ни хотела. Ты себя-то вон не можешь содержать. Всё никак не нажрёшься, всё никак тебе этой морковки не нажраться. Всё мало и мало, тазы всё больше и больше. Ну, а дальше, ребят, я увидела этот новый видеоролик с морковкой, и я просто прифигела от тупости этой парочки. Вот реально, ребят, вот что хотите, то и говорите. Именно о тупости и глупости и пустоголовости. И вы знаете, посмотрев это всё, я села и задумалась. Неужели, думаю, такие неадекватные люди есть? Одна престарелая бабка, второй молодец, да, которому что скажут заучить, то и заучит, то и расскажет. Вот, ну, а это уже, знаете, наверное, переступило черту того возраста, когда вот именно вот такой ерундой и страдают. И это, вы знаете, печально. Печально вроде бы баба молодая, да, ещё не совсем старая. Всё хорохорится, правда, не поймёшь, где она молодая, где она старая. То она кричит, мы ещё молодые, тупые, бестолковые. То она кричит, что уже она в возрасте, да, и со стариками дети не хотят жить. Там фиг разберёшь у них, да. Но когда я смотрю вот эти вот тазики с морковкой, тут морковка, там морковка, то этот калюня сидит, эту морковку трёт, тут это уже с тазом сидит. Мне становится страшно. Мне становится страшно за эту парочку. И я, в принципе-то, и понимаю, почему они снимают такие бестолковые видеоролики. Потому что у самих, походу, уже в голове такая пустота. Ну, у этого, видно, полноты-то и не было. А у этой уже начинается уже тот период, тот возраст, когда именно вот эта вот пустота и начинается. Ну, блин, рановато же как-то. Просто рановато, ребят. Но внести ахинею в своих роликах такую ерунду и показывать ещё такие шорты, да, и думать, что это смешно и это весело, и плюс бесконечно с этой морковкой, простите. Но это именно и говорит о пустоголовости, ребят. Вы меня простите. Я не привыкла оскорблять, но для меня это не оскорбление. Для меня это просто непонятное явление этой парочки. Ну, неужели они сами не видят, что они показывают своим зрителям? Неужели они не понимают, что это глупо, что это тупо? И это именно подчёркивает их, какие они, а не какие видеоролики. Даже не смешно, ребят. Её виск и крик постановочный выдают. Это не смешно. Есть видеоролики в ТикТоке, где смешно, где можно посмеяться, где прикольно, но здесь не смешно, здесь правда за голову хватаешься. Я мужу показала, потому что я смотрела, да, со звуками без наушников, и он говорит, кто там орёт, кого ты смотришь? И я решила показать. Сын рядом был. Мои мужики сели, посмотрели и говорят, они вообще нормальные. Кто это? Говорит. Оля, кто это? Ну, муж знает, про кого я обзоры записываю. Он в основном всех моих фриков знает. А этих нет. Он почему-то думал, Алюня – это уралка. Он посмотрел и говорит, я в шоке. Вот кого, говорит, приходится тебе смотреть. Он долго смеялся и говорит, я, говорит, не видел ещё такого престарелого чуда. Ну, вот правда, ребят. Да, видеоролик он посмотрел там, где Алюня с этой морковкой, с тазиком сидела. Потому что он сам у меня иногда любит посмотреть тикток, когда придёт с работы где-то вечерком. Он может полчасика, да, посидеть, посмотреть, отвлечься. И он говорит, это даже не смешно. Тут даже и не посмеёшься, потому что это настолько тупо, что тупи не придумаешь. Это сидит с фартуком за кадром. Там уже Калюня спрашивает у неё. Ты что делаешь? Да, слушайте, готовлю. Зачем столько? Так Новый год, говорит. Год кролика, чтобы был сытный и счастливый. Походу, у нас, оказывается, всё дело. В счастье, это когда есть тазик с морковкой. Всё, ребят, тушите свет. Это вообще, ребят, я просто не понимаю, как можно дойти уже до такой тупости, да, чтобы снимать такую ерунду. И они думают, что это смешно. Правда, они думают, что это смешно. Но не было бы так смешно, как печально. Ни одного шорта у них нет нормального. Ни одного, кроме вот этих вот чужих, с бенгальским котиком. Но это не их шорты. Они не принадлежат им. Всё остальное – сплошной дебилизм. Ну, простите, выражаю своё мнение, какое оно есть. Ой, в общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok